Библия говорит, верящий снам, то, что гоняющийся за собственной тенью. Вот сон такой у меня сегодня был. Могу сказать, что такого сна у меня никогда не было. Необычный сон. Нора, я заметил, оттуда выглядывает змея из норы. Говорят, змея очень памятливая. Сережа, я договорился, когда я даю в этом линии буркать, на весь свет будет ваше бурчание, оно ничего не значит. Снова напоминать надо. Показал ему жестами, все равно расколотит, термосов не будет. 50 тысяч километров провозили, не разбили, дома разобьют. Сонное царство. Выглядывает змея. Я сразу припомнил, она очень знопамятная. Но сама не вылазит, только голова. И видно, что ядовитая. У нас таких змей нет. В интернете хотя видел. Что же сделать-то? Надо другим сказать. Подумал, надо достать бензину, нигде бензина нету. И как шершней выжигать. В нору. Огнеметом. А как по-другому? Японцы в разных пещерах были огнеметом. И все, заходят, головешки лежат. Ну и бензина нигде нету. Я отступился, она заползла. Потом кто-то что-то делает, передвигает и прямо с гнездом ее передвигает. Это снорой. Ну как же так это? Людей предупредить. Она начинает предупреждать. Оттуда еще две выползают змеи. Три. Я вижу прямо сейчас какие они. Голову не. Но на кобру не похожи. Ну может быть даже и кобра. Что же делать? Три. Я одну пытаюсь пнуть. Она сразу голову отвернула. Она быстро среагировала. Ага. Три змеи. На только релок. Я тогда спокойно сел. Вот так вот. Так. Ну и что? А они с трех сторон на меня драконят. Я говорю, а вам известно Евангелие от Марка? Будете брать змеи, не повредит. А вы крест, в силу крестного знамени слышали когда-нибудь такое? А они глаза вот такие вот вылупили на меня и стоят. Как Никита на меня смотрит сейчас. Я говорю, во имя Иисуса Христа, сгиньте окаянные. И гляжу, ни одной нигде нету. Посмотрел, пол пятого. И знаю, что сегодня проверка Никите. Первый раз он мне будет звонить. Услышу я звонок или нет? Ну тогда я прилег, а уже снато никакого нету. И лежу, слышу чуть-чуть за пятенького. Думаю, я к вам обращусь. Как сделать, чтобы звонок-то больше звенел? Может быть, положить телефон в банку, так направить на меня, как полевую мину, направленный взрыв. Рядом положить, вредно, так и не решился. Жду от вас совета. Что означает три змеи, если это от Бога? Из чего они вдруг на меня поднялись? Я в первую очередь подумал о вас. Трое. Трое остаетесь здесь, и у вас есть. Прихожу сегодня и начинаю вам тут сразу. Все не так. Всю посуду ставят. Вот так и сейчас говорил, и опять все на краю. Вот так вот ставят. Это везде за край стола. А стол пустой. Я показываю. Вот кружки. Ну ничего нельзя найти, чтобы не было побитое. Вот она кружка, смотри. Что? Это означает, при высокой температуре эмаль наносили и делали. Ее вы отбили здесь. У нас пол железный. Здесь что? Грохнули, грохнули. То есть, куда ни посмотри. Вот она, кастрюля отбитая, все по краям. Это сколько раз ее по крышку ломали. Не могут сломать никак. Это неуважение к чужому труду, в первую очередь. Это беспечность. Вот стоит рядом маленькая. Посмотри, внизу. Ну все побитое. Один раз у нас отсюда вынесли 9 трехлитровых банок разбитых. 9 сразу, одновременно. Это нормально? Еще мудрят. Не закрывайте никогда полностью. Ну вот я сегодня встал говорить. Посмотрите под ногами, какой мусор. Почему не убраны? Почему палубу 3-4 раза моют в день на корабле? А тут ни разу не можете вымыть в течение месяца. Ни разу. И притом ни один из вас. Вы все одинаковые. Из норки, говорится. Обратно пошли. А если я начинаю говорить, значит, внутри у вас вот это вот измененное копошение там идет. Я уже начинаю смотреть просто. Вот у нас нет горячей воды. Я сказал, термоса вот принести можно. Смотри, какие мощные термоса. Просто показать можно. Вон они какие. Это из похода привезли. Ставить только сюда. Вчера я говорю, так, они из похода. Пыльные, ясно дело. Помойте там. Оботрите хотя бы влажной бумажкой. Все. Прихожу в обед. А что, не обтерты? Нет. Вечером поужинать опять. Сидят трое, смотрят на меня. Каждый из своей норки. Так. Протерли? Нет. Ну, один я свободен. Я пришел, знаете, нарезал вот бумагу. Давай мочить, вытирать. Так сегодня было. Так. Вам это не надо. Вам зубы почистить. Главное зубы. Почему? Потому что зубами у меня кусать надо. Чтоб чистые зубы были. Зубастые. Посмотрел здесь. Сколько мусора. Здесь посмотрел. Все это отбито. Хрустит прямо это. Вот. Даже шевелить нельзя. И даже никаких сидит и трое. Я в комнате у себя там один живу. Два раза, иногда три раза в день подметаю. Это не зубы чистить. У голубей почистил, сбегал. Чашки. Чашки были отмыты, чтобы ничего не было. Посмотри, какие грязные. Посмотри. Это кормят кошек не стыдно, ничего. Посмотри, они какие все. Замызганные. Проверь все. Вот это вот ведро. Когда его в последний раз мыли? Не знаете. А я их ощущаю. Поганый нож. И аккуратненько. Не так, а боком. Ну, вот так вот. Обскабливаю бедра регулярно. Лишний накипь, который остается. Где вас так воспитывали? Вот я пришел утром. Думаю. Ну, я не говорю, что вы змеи там или что-то. Драконы какие-то. Ну, такой сон. Может быть, к вам это не относится, но трое. А я, в первую очередь, стал считать, где меня могут подстерегать трое. Трое в другом месте где-то там. Ну, что, три это определенно. И ничего они не сделали. Ничего они. А почему? Вот эту морковку разрежьте вы зубастой. Я вам не буду давать тертую. Это труд для своего безуборца. Вот так. Сегодня мы идем туда. Вчера приезжали у нас с городом. Головаич привез мастера. Объехали мы пруд. Он все посмотрел. Ну, тут кубов 300 будет. Откуда там 300 будет кубов, не знаю. Земли. Ну, на деле покажет. Он не стал. Он тихо так, спокойно объехали. А вот здесь. Это вот так он зайдет. Так это отсюда брать. Это. То есть, мы все полностью сошлись. Но когда они уехали, я подумал. Это надо будет подумать еще раз. Я думал на два слива сделать. Сделать один широкий посередине. А эти завалить оба конца. Это будет, может быть, лучше. Потому что на промывы она вода первым делом кинется. Их надо затрамбовать. И остальное там тоже мы договорились. Метрика труба одна осталась. Если мы начинаем делать, то сегодня надо закрепить там, где тоннель был. Я вот покажу сейчас проволоки. Берем саперные ножницы. Нос же все по железу. Мы с Володей туда уходим. Вы берете палатку, нас довезете. И сразу идете скорее суща собирать снизу. А батюшку прошу поскорее прийти. А Игоря с болгаркой там спилить где-то. Подготовить вот это тут и сейчас. А к остановке, он говорит, тут все у нас нормально пройдет. Мы нигде не... Он говорит, а как отсюда хватит ли земли? А этот уровень какой? Обидно, что если... Ну я сам не бульдозерист, говорит, я на месте уже. Чтобы ничего не изменилось. Если ничего не изменится, значит, надо сегодня уже договариваться. Как только бульдозерист будет здесь, он говорит, надо переворачивать дорогу. Я говорю, я так и сказал. И сразу, чтобы привозили песок, пока бульдозер, он разровнял и пошел на свою работу. Щебень привезли, он опять разровнял, утоптал и пошел на свою работу. Ну это так у меня в планах было. Мы сошлись полностью. Вот на сегодня, на 27 августа 15-го года, утренняя разнарядка. Хлеб, вот видишь, такое мочи, все засушено. Все как надо. Если мы сейчас это подготовим, батюшка свалит, если... Дальше арматурой заниматься, раскручивать. Арматуру я нашел уже, батюшка дает. Горяще катаные периодического профиля. Бухты. Две бухты, еще одна где-то припрятанная. И надо, чтобы нам ее раскатать, распрямить. И на чем распрямлять, это обдумать надо. И рубить ее. Так, чтобы... Она будет у нас длиной, наверное, каждая арматурина метров по 7. Или по 8. Это очень длинная, много арматуры. Но слив сделать широкий, мне нравится, как в селе Павловск. Они сделают огромный такой, проезжаешь над ним. Сумеем мы это сделать, значит, пруд будет сохранен. Ну, а зимой они будут деревья спиливать. Все, братья, садитесь. Вы не обижайтесь, что я... Я предположения только говорю. Я не толкую, но... Частоту навести надо. Везде, везде, везде проверить. Везде промыть. Вон там еще бумаги, бумаги отдельно. Дрова отдельно, щепки отдельно, чтобы все было. А то сегодня пришел вот сюда вот. Вот, смотрю, ведро вот так стоит. Я взял ведро, под ним лежит фуражка. Вот это... Как под ведром фуражка? Посмотрел дальше, там газеты. Газеты поднял, еще один слой полотенца лежат. Чистые, нечистые. Еще дальше смотрю, провода, дальше газеты. Многослойный пирог не вешает свои грязноты. Ну, еще нормально это. Я должен вам это говорить. Постель вот убирает, разбирает. Никакой нужды нет, если там пыли нет. Это совершенно к делу не относится. А ты взбрыхлопай ее по чаще. Надо научиться извлекать самое главное, где. Ложку. Все, остальное помыло там, прям уходим вместе. Садитесь им за стол. Все. Отошел. Работает. Многослойный пирожидной. Работает.